Разговор двух женщин. Мне кажется, что мой муж стал меня обманывать. Так а мой тоже мне каждый день лапшу на уши вешает. А ты чего? А я ему-то лапшу на рога наматываю. Дорогая, ты меня сильно любишь? Да, любимый. А измену простить сможешь? Да, милый, смогу. И цветочки на могилке посажу. Изя, ты не спишь? Нет. А шо глаза закрыты? Зрение экономлю. Сара Абрамовна, скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал. Изя, перестань корчить из себя идиота. К трем годам Верочка осознала, что мир делится на женскую и мужскую половину. И начала доливать меня вопросом. Мама, ты хоть девочка? Идут двое пьяных. Дом видишь? Вижу. Мой дом. А балкон на пятом этаже видишь? Вижу. Мой балкон. А бабу на балконе видишь? Вижу. Моя баба. А мужик рядом с ней в трусах стоит. Видишь? Вижу. Это я. Пьяный муж приходит домой, плачет и говорит жене. Я тебе должен признаться в ужасном. Наша средняя дочь не от тебя. Бабушка, зачем ты кипятишь воду? Чтобы убить всех микробов. Так значит, мы пьем чай с дохлыми микробами? В деревню приехал новый поп и решил познакомиться с прихожанами, лично посетив дома каждого. И вот он стучит в дверь. И за дверь доносится женский голос. Это ты, мой ангел? Нет, но я из той же фирмы. Дед говорит внучке-студентке. В мое время девушки еще умели краснеть. Представляю, что ты им говорил.